здравствуйте друзья с вами цветочный доктор меня зовут ирина вы на канале ирина белого life и сегодня вашему вниманию представляю такую красотку это орхидея limelight и я ее буду сегодня омолаживать а причина вот в чем вот посмотрите она буквально чуть ли не выпрыгивает просто выпрыгивает несется сломя голову наверное почуяв весну она стремится вырваться наружу смотрите какой длинный у нее цветонос вот 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 такой больше метр цветонос и наверное я его буду укорачивать потому что но это не дело такую удочку растить у нее очень много воздушных корней ну и внутри посадки даже не знаю что там есть какие-то корни вижу есть пропавшие есть коричневые но непонятно в каком они состоянии орхидея у меня с двадцатого года с 1 июля двадцатого года и собственно давайте приступим немножечко наклоню вас пардон за руку мою но чтобы было видно камеру опустить планирую посадить ее в этот же горшочек планирую но как получится не знаю чтобы орхидея к легко отходило обычно я переворачиваю горшочек чтобы высыпался грунт тот который может высыпаться тогда у корней будет больше простора можно будет смять горшочек вуаля водоросли циолит который очень любит водоросли так вижу корни есть плохие умершие а есть корни рабочие но в этом нужно разобраться сейчас легким движением руки все это убирается так какой грунт кора кора нет это не кора это уголь вот кора керамзит циолит также находится в посадке вот такой большой кусок коры он уже даже себя выработал очень красиво влагоемко длинно шея смотрите какая шея вот и вот 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 такая шея огромная просто я подготовила инструменты обработала их спиртиком вот смотрите какие корни в основном внизу они все пропали корни у нас живут от трех месяцев до нескольких лет по моему до двух лет так хочу проверить проверить хочу так один есть самом низу один рабочий но это меня не устраивает я буду делать омоложение и отсеку шейку вот так вот так надеюсь видно хоть чуть-чуть вместе со старым цветоносом который уже засох так есть и одним живым корнем сейчас соск лету все смотрите вот такой пень крышок живой плотный вот вот этот вот этот он небольшой и от него идет этот зеленый который свисает тут такой сочный ничего нормально все корни умершие они не нужны дальше ревизию корней навожу отрезаю до живого чтобы не обрабатывать то есть по по испорченной ткани отрезаем так какой долинющий корень и он живой хоть и не очень радужно выглядит корни которые вызывают вопрос я буду несомненно удалять потому что посадка планируется опять же уже долговременная постоянная проверяю корни рукой сдутые пустые корни смело отрезаю так что-то у меня стал секатор скрипеть не знаю слышно вам или нет очень интересное кино так что еще что еще проверяю проверяю и отрезаю конечно же при большом разборе при пересадке обязательно нужно удалить все чешуйки шеи орхидеи потому что влага которая туда попадет если шейка будет в грунте да она скорее всего будет в грунте может вызвать патологические процессы типа гниения этого бы не хотелось конечно же нам как ценителям нам как любителям и обожателям наших растений очень хорошая кстати орхидейка limelight называется покупала я ее в москве во флоревиле одна из двух купленных там орхидей 2 по моему уже все приказала долго жить а вот это вот держится растит цветоносы ботву растит так вот этот длинный но зеленый кончик я все равно укорочу потому что слишком большой еще выискиваю чешуйки пенечки от корней для пущей красоты нужно отрезать и убрать такое кто тут затесался как будто не видим его ага ну все красота наведена воздушные корни я предварительно увлажнила перед началом съемки чтобы поместить их все в грунт так обдираю приз присохший прилипший старый вилами от дохлых корней так что у нас тут то возможно пропадет ближайшее время но еще сможет сколько-то послужить здесь что у нас тут рабочим тут хвостик можно отрезать нерабочий эти эти тяжик оп тяжелая такая уже рукобайца держать устала ну смотрите борода корней очень такая весомая здесь шейка сухая я обрезала ничем не обрабатываю можно перекисью фтоспорином присыпать зеленочкой покрыть для подсушивания миромести нам пшикнуть все что вашей душеньке угодно так сказать я единственное сейчас уберу немножко вот это безобразие помою горшочек потому что я намеренно впихнуть сюда эту красоту выровнять ее поломать энное количество корней конечно же поэтому слабонервные сразу прошу удаляться или перематывать быстро быстро возьму из посадки кору которая лежала сверху и не выработала себя то есть она плотная она хорошая в руках не разваливается и знакомая с микрофлорой для нашей орхидеи ну вот еще вот такой кусочек возьму он конечно уже выработал себя но немножечко привнесет он лепту свою в посадку так остальное все в утиль и мыть горшочек я к вам вернулась навела красоту чистоту помыла горшочек с мылом без особых усердий потому что патогенных каких-то процессов нем не наблюдалось просто чисто для успокоения совести и для красоты вот эти корни сейчас я буду направлять горшочек туда их определять так как получится без всяких прикрас ломая корни безусловно но так как поливать я не буду ближайшие несколько дней что я думаю что орхидейка спокойно корни раночки зарастит извиняюсь все будет хорошо итак давайте помещать эти эластичные заранее смоченные корни посадку и еще мне конечно же нужно орхидейку выровнять что я делаю самые длинные корни опускаю в горшочек помогаю себе всеми шестью руками и вот уже хрустнула и прокручиваю прокручиваю в ту сторону куда орхидейка мне позволяет прокрутить ее чтобы немножечко опустить ибо ибо ее мне нужно выровнять вот как-то так получается так несомненно корни подтрескивают не все конечно но это есть и это будет обязательно все корни вот так разместились большего горшочка не нужно потому что корни могут испортиться в посадке буду использовать кору где у меня кора вот кора разная кора есть вот такую тоже вот огромную определю в посадку в пустое место чтобы там гулял воздух так и обязательно керамзит с пеностеклом тоже буду использовать потому что орхидейка росла именно с такими компонентами а это удешевляет немножечко пересадочку потому что керамзит можно купить строительный у меня он такой и есть посмотрите не особо красивый разнофракционный из мешка для роа когда-то я покупала не забываем ровнять цветочек хорошо сверху еще коры и хочу добавить мха верхний уровень посадки чтобы равномерно она смачивалась потому что для тех кто только присоединился я хочу уточнить что поливаю я свои орхидеи проливом проливом ну кроме той что в открытой системе хотя я тоже проливом иногда достается вот проливом ну и соответственно хочется чтобы влага верхних слоях тоже задерживалась потому что корешочки охотно растут вверху да от шейки так и по краю горшочка мох выкладываю у меня мох еще с осени покупала на районе девочка сама в лесу собирает и продает контакты дать не могу потому что находила на авито вы тоже можете посмотреть почитать отзывы поближе к себе найти или подальше посмотреть на фото качеством х потому что они могут бывать разные бывают тоненький бывает сфагнум хороший вот так и опять сверху идет он еще один огромный кусок но этот уже сверху не пойдет сверху надо помельче сверху идет кора видимо весь пакетик я сейчас и использую тут уже труха есть всю труху можно земельный грунт добавить если у вас имеются цветы другие которые в обычной почве растут туда можно добавить труху от коры безотходное производство цветочники они такие мы такие цветочники так шейку не закидываю грунтом чтобы она дышала чтобы никаких там прений перепреваний затеканий не было ну теперь посмотрите совсем другое дело орхидейка же стала красиво встала давайте посмотрим так вот этот горшочек мешает так тут труха осталось вот труха я и выступлю в ведро с грунтом для других моих растений покажу вот такая вот мелочевка пыль землю пойдет отлично будет смотрите как это выглядит корни сложенные штабелями есть воздушные карманы это абсолютно нормально и хорошо даже и двойной горшочек орхидейке очень понравилось здесь расти вот эта этикетка не убирается чтобы можно было легко доставать видите щелочка а иначе трудно туда подлезть особенно когда ногтей нету дальше приклею этикетку тут этикетка я ее сниму она очень старая приклею новомодную свою на термопринтере который распечатала лаймлайт и дата приобретения вот эту убираю кстати для снятия клея от этикеток если вот у вас ну нету рядом ничего такого где можно приобрести до какие-то специальные средства да если просто жаба душа как меня ради двух трех этикеток покупать целый бутылек я сегодня клей спокойно убрала в дешкой в дешку у многих есть мне кажется чаще встречается чем средства от этикеток такой лайфхак поливать не буду сегодня завтра послезавтра не буду поливать потом по краю также пролью и оставлю вот здесь водичку вот так можно чуть-чуть заходя за контур внутреннего горшка тогда влага будет распределяться там ну вот это вот маленькое количество будет распределяться по грунту а вот это потом на подсосе будет там якоринки положила в ножки и они будут передавать в общем влага от полива до полива из такого поддона испаряется кто-то умудряется из растений пропустить туда корни и пить самостоятельно пить допивать водичку которая в поддончик уходит красота такая яркая очень тяжелый длинный у нее цветонос и сейчас вот их тут раз два три один мы отрезали высохший так что очень рекомендую орхидейку будет радовать вас мощь такая мощь вот так вот по сравнению со мной смотрите какая мощь красавица красавица просто вот беспроблемная может быть хорошая генетика может быть просто она не инфицирована ничем как бывают скрытые болячки просто не нарадуюсь чтобы так сказать не сглазить хорошего вам настроения обязательно подписывайтесь обязательно ставьте лайк и пишите ваши комментарии мне будет очень приятно с вами пообщаться заходите на телеграм-канал подписывайтесь на арита на юлу там есть еще остатки растений которые у меня были в излишках этой весной пока что они есть немножечко мало мало будете в курсе событий хорошего настроения вам крепкого здоровья и до скорых встреч пока